Добрый день, дорогие телезрители! Сегодня на календаре 15 сентября, среда. Пусть день будет ярким, светлым и солнечным и подарит вам множество приятных событий и ярких впечатлений. Ну а начнем мы нашу передачу, как обычно, с музыкальной композиции, а далее мы продолжим нашу передачу благодаря гостям. Оставайтесь с нами на нашем канале. Субтитры делал DimaTorzok Добрый день, дорогие телезрители! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доброго дня всем, кто только подключился к нам, мы продолжаем нашу передачу Куншуах в прямом эфире. Я с большим удовольствием хочу представить вам наших гостей в студии. Это Закир Хамзин, проректор по воспитательной работе КАЗЭТУ, Асет Султанулла, президент Ассоциации Западно-Казахстанской области по Казах-Курес и Даурен Аххонов. Он является ведущим интеллектуального шоу «Блемдер Додосе» и, как вы уже догадались, сегодня у нас речь будет идти о данном проекте. В понедельник именно состоялась игра, но мы знаем, что в течение этого года эта передача транслируется на нашем канале. И что самое примечательное, как раз последняя игра была именно приурочена ко дню города. Вначале, конечно, хотелось бы поздравить вас с праздником замечательным, с Днём города, пожелать вам только крепкого здоровья, удачи, успехов, ну и, конечно же, чтобы дальше вы продвигали начатое дело. И вначале организатору, наверное, предоставим слово. Пожалуйста, Закир, расскажите нам о данном проекте, что он с собой составляет, чья это была идея, о целях и задачах, ну, впрочем, всё по порядку. Ну, а данный проекте сначала хотел бы поздравиться с ними, добрый день, добрый вечер, хотел бы поздравить с Днём города, наших горожан, телезрителей. В этом проекте мы, когда с моим другом, соратником учились в Москве, в магистратуре, неоднократно посещали такое мероприятие, именно интеллектуальное шоу. И была идея в том, что у нас в Казахстане, в городе есть много шоу, но они все неинтеллектуальные. И хотелось бы именно интеллектуальное шоу, интеллектуальную программу, которая будет развивать именно образовательную деятельность. Из-за того, что мы работаем в этой сфере и хотелось бы развивать это в медийном пространстве, мы начали сотрудничать с Урал Жастаре, городским ресурсным центром, обговорили некоторые нюансы и начали уже составлять этот проект. После чего с вашего телеканала к нам обратились с сотрудничеством, захотели этот проект снимать. Мы только с радостью пришли, обговорили, решили и трехсторонним договором решили, чтобы снимать сезон, 84 программы. Огромную благодарность хотелось бы сказать Аслан Бекзинатовичу за такое доверие. Доверие мы молодые, но нам доверились. Я думаю, что мы показали без бюджета. Мы сняли уже два сезона, это весну, лето, весну сняли. Теперь заходим на осенний сезон. Вчерашняя игра 13 сентября, которая была приурочена ко дню города, мы его как однократный проект сделали ко дню города, как кубок Акима города именно в проекте Белиндилет Додаса. Она состояла из двух частей у нас. Первый день 10 команд по 6 игроков играли отборочный тур. Из них три команды мы отобрали на эфир уже в сам день игры. И мне кажется, что именно те три команды показали хорошую игру в финале. Были отличные вопросы. У нас сама команда организаторов делится на три. Есть команда, которая приходит и снимает проект. Есть команда, которая готовит вопросы участников. Есть команда, которая готовит всю декорацию, всю красоту, которая техническая составляющая этого проекта. И от нас, как от университета, мы помогаем готовить вопросы. Наши преподаватели, наши профессора, именно профессорский преподаватель состав очень... То есть в составлении вопросов задействована почти целая команда. Да, это очень большая команда. Но на этот раз мы попросили горожан наших помочь с вопросами. Есть интересные вопросы, которые задали горожане. Вот как раз ко дню города. Какие вопросы вам показались интересными такими, более? Осет, может, вы свое мнение выскажите тоже? Касаемо вопросов? Касаемо вопросов, в начале ответа, эти потом мнения выскажите. Касаемо вопросов, интересный вопрос был, как бы, исторические моменты. Это вот большинство касаемо района, когда касалось района, именно чем отличается каждый район. Это там просто не буду сейчас говорить, потому что 12 районов, и почти в каждом районе есть свои достопримечательности и своя история. В большинстве у меня, конечно, осталось впечатление в том, что вопрос вроде бы известный, но в тот момент знатоки не ответили. Это касаемо, когда Пушкин, Александр Сергеевич к нам приехал, и то, что именно та комната, где он остановился, вопрос часов, что случилось с часами. Это, оказывается, когда Александр Сергеевич Пушкин покинул этот мир, эти часы остановились одновременно, и как бы он до сих пор сохранен. Потом, касаемо, конечно, вопросы, касаемо нашего Батыра, касаемо Мохамбета, те вопросы, которые запомнили сильно. То есть были вопросы, которые заставили задуматься и еще раз окунуться в историю. Ну, если честно, за эти два дня мы больше готовились, чем выпускники Кенте, наверное, честно. Ваша команда заняла второе призовое место, с чем мы вас поздравляем, а у Закира первое место. Да. Так получилось, что мы хоть и организаторы, но мы, именно я и те люди, которые готовят декорации, мы не относимся к вопросу, и за это мы решили играть тоже, потому что очень интересная игра. И так звезды совпали, что... Ну вот, на сколько вопросы были секретны? Возможно ли была какая-то утечка, может быть, информация? Могли заранее вот знать участники? По вопросам могу ответить. Вы можете ответить, пожалуйста. Добрый день, дорогие телезрители. Если именно по касаемым вопросам, у меня есть коллега, тоже Дориан Шамуратов, известный автор песен многих известных, популярных певцов. Он и составляет эти вопросы, он их ищет целых даже месяцами, можно сказать, каждый день углубляется в эти ответы. И бывают такие моменты, когда, например, вопросы готовы, их надо преподнести мне. И бывают такие моменты, вот у кого-то, например, бывает же такое рассуждение, они знают вопросы, а ответы можно от них узнать. И бывают такие моменты, которые где-то намекают, но мы стараемся быть до конца честными, потому что это и проект называется «Беремлет ОДАСА», значит, это надо включать всю, как бы сказать, интеллект, чтобы задуматься, чтобы человек трудился над этим. И мы стараемся сохранять вот эту конфиденциальность всех вопросов, всех ответов. И, как бы сказать, даже не печатаем, а уже пишем руками, чтобы ответ не был на цифровых носителях. Поэтому, да, что да, слева в него, а потом их доказать это трудно будет. Любой человек, который играет в любую игру, он, садясь за стол или за какую-либо игру, он перед собой должен быть честным, чтобы играть именно честно. И там 10 команд, там 60 человек, все эти игроки у нас представляют лидерство в своей сфере. Это молодые руководители, это амбициозные люди, перед которыми, например, многие не смогли бы сыграть какую-то игру. А здесь эти люди, которые приходят на эту игру, в наш клуб, и они, вот это все бремя, которое у них есть на работе, они начальники отделов, они руководители подразделений. Они все оставляют за игровым столом, садясь за игровой стол, они уже не руководители, они обычные игроки, капитаны команды. Из-за этого это именно интеллектуальная нация, да, у нас одна из интеллектуальных наций, мы должны поддерживать и развивать это направление. У нас на данный момент много шоу именно юмористического характера, именно музыкальных шоу, а именно интеллектуального шоу у нас в области, даже и в Казахстане очень мало, можно сказать, нет. У нас нету именно в нашем Казахстане очень мало людей, которых можно представить как интеллектуала, как одного из лидеров именно интеллектуалом. Да, есть лучшие певцы, есть лучшие юмористы, есть лучшие юмористы в СНГ, как Нурлан Сабуров, но таких людей, именно интеллектуалов нету. Мы бы хотели развить это направление, потому что это для нашей нации, для нашего будущего, это одно из будущего нашей нации, это интеллектуальная собственность. Любая деятельность, она связана с образованием и интеллектом человека. И вот хотели сделать маленький шаг к большой победе. Это хоть и в городе, хоть и в области, это хоть и будет играться где-то в поселке, но это маленький шаг к большой победе, который мы, думаю, достигнем. Добавить Захиру хотел, почему там, там в этой сфере, когда ты там сидишь, там невозможно не играть. Ты даже когда там сидишь, как знаток не за столом, а как знаток-зритель в помощи, там невозможно не играть, охота играть. Вот это атмосфера, да. Атмосфера сама, я думаю, даже Даурейн, они следующий сезон, следующий год, наверное, не будут ведущими, они будут игроками, потому что там сама атмосфера, охота играть. Ты прям эмоции, все там до конца. Мы это чувствовали, атмосферу через экран, настолько было жарко, это действительно была битва интеллектуалов. Да, на самом деле, да. Даурейн, какие сами вы эмоции испытали, находясь в роли ведущего, и вообще, как вы стали ведущим данного проекта? Данного проекта, когда мы вот этот проект обсуждали, первоначально у нас, как бы в университете, как коллега сказал, первоначально была первая игра среди преподавателей у нас. Это, как бы сказать, шапка, первоначальная игра. И после этого она развивалась и развивалась. И каким-то образом я стал в этой программе ведущим. Это ваш первый опыт? Вы раньше были вообще? Нет, я как бы ведущим в концертных форматах бывал, и в юмористическом, но именно в интеллектуальном, таком серьезном проекте я ведущим не был. Но, как бы, мои коллеги сказали, это тебе уже идет. И уже пришлось развиваться, более держать себя, да. У нас в сезоне как-то, мы сезон снимаем за один день, это с утра, с 8 часов до 10, до 11 вечера снимаем, один съемочный день. Примерно 10 команд стараемся отснять. И вот в один день получилось так, что уже конец летнего сезона снимаем, и в конце летнего сезона получилось так, что Доврину надо было уйти. И вместо него, ну, коль уже все пришли, съемочная бригада пришла, участники пришли, и у Доврину такой небольшой казус случился, что надо было отлучиться, и вместо него пришлось ввести другому человеку. И вот тогда игроки поняли, что... Насколько важна роль ведущего. Да, 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 насколько важна именно роль ведущего, как Доврину, потому что все привыкли. К его голосу. Он уже сыгрался со всеми командами, он какие-то паузы берет, интригующие паузы, какие-то дают подсказки, которые заводят их в тупик. И вот эта сама игра, которая случается с игроками и с ведущими, между ними есть такая небольшая атмосфера, которую другой человек не смог, оказывается, заменить. Мы пробовали двух ведущих, не получилось. То есть, Доврин у нас незаменимый ведущий. Доврин, скажите, а были ли у вас у самого какие-то любимчики, любимые команды, за которых, может, вы где-то что-то могли там помочь? Какие-то вопросы. Вот именно те, кто за столом, они почти все мои друзья, все мои братья, все коллеги. То есть за всех вы болели одинаково? Да, я за всех одинаково болею. Если, у меня, не знаю, такой жизненный принцип. Если правила есть, пусть они все соблюдают за столом. Но после стола мы друзья, это обязательно. Но за столом я ведущий. Дружба дружбой, служба службой. Он за столом играет, я стараюсь максимально держать все правила, но не выходя за рамки. И держа вот эту дружбу нашу тоже. Опишите вот реакцию разных людей. Вы говорите, они почти все для вас друзья, которые впервые приходили, а потом уже в течение этого процесса данного, менялись на глазах. Вы чувствовали, насколько они становились сильнее? Они более стали... Увереннее в себе. Вначале, может, приходили не так. Да, первоначально, вот именно, они, как бы сказать, команды, они, например, если завтра съемочный день, они в тот же момент собираются, за день как бы собираются. Это в начале только когда. А сейчас до игры, например, за неделю они собираются. Они друг другу задают вопросы. Они стараются прийти, примерно с первой игры быть до конца. Например, бывают же такие вопросы, например, похожие. Например, в следующем ровне тоже такое. Они стали читать побольше. Они стали давать друг другу побольше информации. Они действительно развивались. Они более как за столом уже, если в первой игре заметить, они как бы не общаются с друг другом. Они чутко, как бы сказать, зажаты были. А сейчас более как много информации дают, много вариантов дают. Они уже как команд сожились. Даже не в игре, а в реальной жизни они тоже командами собираются. И это тоже, думаю, хорошо. Ну, вот добавить пример просто, чтобы было ясно. На моей команде пример. Вот, ладно, Закирская команда, это абсолютный лидер. Вот я просто не то, что хвалю его лицо, но это на самом деле. Сейчас весенний-летний сезон, они на рейтинге, по рейтингу первые стоят. Мы, наша команда, вот эти два сезона, мы стоим девятыми. Но мы, если честно, первые, честно говоря, у нас из-за того, что мы заняты, я сам лично занят, мы к первой игры как-то приходили бы так, как бы пришли и по ходу. Ну, то есть не так серьезно, да? Нет, серьезно, но у нас как бы не было такой подготовки, увидим, потому что мы не знали, что ожидать. А уже когда пошла, а вот именно к этой игре, вот именно на кубок Акима, у нас была такая серьезность, вот, честно говоря, мы планку, вот это и серьезность нас и в финале чуть-чуть подшатала, если честно. У нас был вот первый день отборочный тур, мы 6-0 выиграли. У нас просто было такое, потому что мы, честно говоря, в примере, я вот сейчас могу уже в эфир сказать, это была команда Мергена, это команда закироваться, вы сказали, вот они 6-0, нам точно не в коем случае 6-1 нельзя. Потому что мы знали, потому что перед нами команда одна проиграла, вторая 6-4 выиграла. Мы сказали, все, у нас планка 6-0. И мы прям за стол сели такие, сосредоточены, все. Вторая игра в финале, как бы, уже мы, ну, готовились мы, честно говоря, лично я двое суток не спал, на финал третьи сутки не спал, толком считаю, все прочитал мне там, ну, гуд. Наверное, к экзаменам так не готовились в школе, да? Нет, я вспомнил студенческие годы, когда я сдавал вот эту все, дипломку, когда я писал. И все вот это, и чуть-чуть не хватило эмоций, чуть-чуть вот в финале уже сдали, потому что мы уже, когда 6, счет был 2-0, мы шли, потом уже 2-2, и чуть-чуть уже, тогда я как капитан команды уже почувствовал, что уже, потому что мы вторыми играли, если бы третьими играли бы, это более уже, ты знаешь, у нас все, планка слетела, что сейчас следующая команда будет играть в лучшую сторону. Потому что мы, честно говоря, как бы их лидерами ставили и шли вот на этом. Поэтому, как Даурен сказал, на самом деле сейчас у нас уже подход посерьезнее, мы уже читаем все, все, что не знали, мы сейчас узнаем, то, что мы забыли, сейчас мы вспомнили. Вот скажите, пожалуйста, как капитан команды, да, насколько вот ответственность, какая вот именно на вас возлагается, да, как капитан команды, вы ведь должны отвечать за всех, и насколько вы сблизились, сдружились, общаетесь ли вы вне эфира, да, вне шоу друг с другом, вы поддерживаете ли отношения дружеские? Именно как капитан команды, вот, если честно, в первую игру, вот, как бы и Даурен отметил, что капитан команды очень большую роль играет. И вам, да, потом? Здесь какая-то тенденция, потому что иногда бывают вопросы, где, когда обсуждаешь, иногда точного ответа никто не знает, но во время обсуждения проскальзывают эти ответы, просто надо доработать, и чтобы не свернули с этого, как бы, правильного направления, и здесь решается капитан во многих моментах. Ну, роль капитана, она очень большая, потому что есть пять игроков, которые предлагают ответы, и у него есть свой ответ, и выбрать тот ответ, который считается нужным капитану, потому что каждый защищает свой ответ. Каждому кажется, что его правильный, а здесь надо сделать правильный выбор. Мехологически надо настроить тоже был такие моменты, вот, даже вот и игре последней, и когда 10 команд отбирался из них трое, и в финале тоже было то, что капитан, когда уже были моменты, где, ну, там, эмоции все-таки это передавать, там, может, в эфире выйдет, когда капитан начинает спорить с телеведущим, там, как здесь, и каждый все-таки эмоции это понимает, и здесь бывает тот момент, когда ты команду должен чуть-чуть опять в колю, забыть уже прошлый ответ, прошлую игру, прошлый спор, и вернуться обратно. Бывали тогда, когда именно из-за причин команды, команды летели, потому что уже срывался капитан, начинает на эмоциях, он закрепляется на том вопросе, и они, вся команда начинает обсуждать тот вопрос, который уже прилетел, надо готовиться к другому же, и вот эта причина, честно говоря, даже те команды, которые выше нас на рейтинге встали, на второй, третий рейтинге, они чисто, сильная команда, очень просто именно на этом, на эмоциях ушли. Как на нашем, крыша свет, так как. По проекту еще хотелось бы сказать, то, что вот мы летом за 24 дня проехались по 12 районам с проектами «Ауденбаласа», это наш еще один проект, который мы реализовали, закончился, и в этот момент мы, когда ездили, и в многих районах спрашивали про этот проект, про «Ауденбаласа», вот мы смотрим, там вот так, а когда съемочные площадки, ты думаешь, делается и делается, и не видишь сам результат, что люди смотрят. Когда мне сказали, что этот проект один из лидеров по рейтингу, тогда осознаешь, насколько этот продукт нужен для зрителей, есть надобность, если есть спрос, то надо делать хорошее предложение, и мы решили к этой игре изменить стол, изменить эту юлу, мы с Москвой заказали эту юлу, чтобы у нас до этого бюджета не было, в этот раз нам выделили бюджет, небольшой, конечно, но мы его, я думаю, с умом потратили, заказали новый стол, сделали все условия, всю картинку именно для зрителей, чтобы была красота, чтобы не было нюансов, на которых ты отстраиваешь внимание, и на саму программу отвлекаешься уже. Здесь пытались сделать подарки именно индивидуальными, не чтобы там один телевизор на шестерых, а вот именно индивидуальный. И в этот раз мы решили дарить подарки людям, которые работают головой, чтобы они поработали мышцами именно на первом месте. Велосипед, лыжи и коньки. Это сплотит команду, они летом будут кататься на велосипедах, зимой на лыжах и на коньках. И вот эти команды должны быть новаторами, мы в дальнейшем должны конструировать лидеров, именно интеллектуалов, чтобы мы могли представлять в области, да, интеллектуал этот человек. На данный момент мне так кажется, что именно по направлениям, наверное, есть, но именно как интеллектуала одного человека отметить сложно. Но я думаю, что если этот проект будет жить пару лет, и у нас будут уже те интеллектуалы, которыми мы можем гордиться именно в области. Спасибо. Дальше больше. Да. Еще раз хочу напомнить, дорогие друзья, средства нашей связи 28 58 69, номер прямого эфира и номер ватсапа 8 700 0 28 58 69. Свои вопросы вы можете адресовать сегодня нашим знатокам. Теперь ждите вопросы от наших телезрителей. Вот такое сообщение сейчас поступило. Салям Ацзба, Асет Султанулынын, Тубын, Келесы, Маусын Дардан, Кургын, Скелет, Даурен Шамуратовтын, Туя, Кашан, Икен. Конечно, вопросы не по теме. Следующий сезон... Даурен, можете отвечать, можете нет. Нет, это тот, который я говорил, готовит вопросы. Изменяйся. Да. У вас Ахонов фамилия. Да. По поводу следующего сезона и следующего команды. То есть намечается? Нет, безусловно, это следующий сезон мы хотим делать. Если сейчас договоренность случится у нас, все будет нормально. Я думаю, следующий сезон полностью будет. Это все четыре сезона. Это весна, лето, осень, зима. На следующий сезон мы хотим немного изменить, добавить интриги, чтобы была телевизионная лига и была нетелевизионная лига, чтобы мы могли отбирать команды. После отбора мы могли уже сильные команды. Вот эта игра нам показала, что нужен отбор. Нужен отбор. Есть минусы. Мы здесь пригласили всех 60 человек. Мы их пригласили, попросили участвовать в этом проекте. И каких-то требований мы не можем сейчас ставить. Потому что была договоренность. И на следующий сезон мы хотим сделать эти команды, немного усилить все команды. Все 10 команд хотим усилить именно для того, чтобы обсуждение было сильнее. Многие молчат. Многие немного стесняются камер, еще что-то. Это мы должны убрать и сделать более просмотребельными эти команды. Потому что, делая их смотрибельнее, они будут звездами. Звездами. Небольшими, но звездами. Будут за них болеть, будут смотреть. И за счет них мы можем привлечь еще больше людей к именно интеллектуальному шоу. Планируется, помимо Балюндлер Додосе, мы хотим в формате лидер 21 века, как был давно, в этом формате сделать между учениками всех 50 школ нашего города небольшой проект, именно интеллектуальный проект. И Давриан Шамратов женится в октябре. 3 октября. Мониторинговая группа 3 октября. Надеюсь, будет же зеленый урок. Спасибо. Еще здесь сейчас поступило сообщение от участницы данного проекта. Она вам знакома, конечно, Асиль Ханам. Пишет. Балюндлер Додосе – интеллектуальная игра, которая мотивирует вспомнить давно забытые факты, пополнить пропущенные пробелы в знаниях. В школе лично я не любила историю. Сейчас же у меня история вызывает интерес благодаря игре. Много чего нового узнаешь на этой игре. Развивается логическое мышление. В первом сезоне, в первой игре было очень страшно играть. Страх показался глупым. Но благодаря командной игре эти страхи рассеялись. С удовольствием играю и с нетерпением ждем очередного сезона. Также мне приятно и это честь играть с такими сильными командами, с такой активной, интеллектуально развитой молодежью. Благодаря всех организаторов, кто причастен к данным, этот лучший проект, у которого есть будущего. Есть предложение организаторам в следующем году привлечь 11 классиков. Пусть вопросы в игре будут из школьной программы, так как это выпускные классы 11 классов. Имеет в виду программу, наверное, 11 класса. Так как это выпускные классы, это будет для них мотивация и помочь в подготовке к ИНТ. С уважением, Асиль Ханам. Раньше меня узнавали как волонтеры и депутаты. После первой трансляции, меня стали узнавать как участницу данного проекта. Ну, очень радует. Ну, есть ли в планах привлечь именно 11 классов, выпускников? Нет, выпускников мы не можем привлечь, потому что их отвлекать от школьной программы. Мы как университет Казы и Ту не хотим мешать выпускникам, именно 10-11 классов. У нас была такая идея, но в процессе обсуждения мы, если сделаем небольшую ошибку такую, и эти выпускники не смогут поступить, это будет для нас большой ошибкой. И эта программа хотим делать для того, чтобы наши нации, наш народ был более интеллектуальным. Смотря такие шоу, мы будем и сами расти, будем много чего узнавать. Вот сами участники. Вообще к этой игре как бы подготовиться очень сложно. Идут вопросы, например, к ЕНТ, есть какие-то именно книги, по которым можно подготовиться к этой игре, нужно готовиться всю жизнь. Человек с рождения до 30 лет, например, мне 30, я до 30 лет готовился к этой игре. Я не скажу, что я знал, но как в фильме «Миллионер из трущоб» этот вопрос, он должен когда-то любому человеку... Да, согласен тоже. Ну, я согласен, честно говоря, еще раз хотел поблагодарить организаторов, это отдельно, вот, Закир, его команда, Казитут, ваш телеканал. Если честно, я как представитель спорта, вот почему я, Закир, прямо в 100% согласен, во всех интеллектуальность должна, почему, потому что, если касаемо спорта, я своих, например, я сейчас президент ассоциации Казах-Креса, Западной Казанской области, со своими спортсменами, со своими тренерами, я всегда говорю, мы должны быть интеллектуальны, да, и я как-то у вас на прямом эфире здесь, да, говорил, когда в день спорта. У нас проблема в чем? В том, что у нас большие, даже малых, из больших спортсменов даже, кто интеллектуальный, почему? Потому что сложилось такое мнение, что спортсмены, они только силы, силы, силы ума есть не надо. Потому что я сам с этим сталкивался, со школьных времен, в студенческие годы, я учился отлично, но это опять же, это же сами учителя, касаемо науки, я, например, и в школе, и в институте учился на отлично, да, и физика, и математика, это мой конек. Но, несмотря на это, учителя всегда говорят, а, ты спортсмен, значит, ты не можешь быть отличным, ты не можешь, нет, почему? Именно если посмотреть наших предков, наш великий предок, это Мохамбет Утимисло, он был Аханом, он был Батыром, то есть это интеллектуальный человек, не каждый второй может быть Аханом, это интеллект. И вот этот интеллект, честно говоря, Загир правильно отметил, что сейчас у молодежи она теряется, да, и этот, почему? Потому что наша нация, как бы, мы интеллектуальны, да, почему? Потому что у нас есть такие интеллектуальные традиции, какая-то, это не каждый может, да, там, интеллектуальные люди, которые, и всегда даже все наши, как бы, традиции, это как бы, даже когда приходили ханам, они не просто говорили, они отвечали стихами, это отличие нашего казахского народа, то есть у нас, я же говорю уже, почему даже я взял казахский тренд, У нас должен быть, когда говорит, даже в КВН, чем отличались наши КВНчики интеллектуальностью, да, то есть наши команды казахи, это как бы отметили, и Масляков, и все отмечали то, что они были интеллектуальны, как бы подход, и поэтому видим, что каждый из них сейчас, кто режиссер, кто что, да, пришел. И также здесь мы в должностной сфере, когда подбор был у нас, реально, я только с радостью даже, не то, что согласился играть эту игру, потому что, честно говоря, мы почувствовали, что этой игры не хватало. Вот вчера у нас даже есть, в моей команде есть Айнабек, они как бы тоже, у них, мы будем играть. Почему? Потому что даже у них, вроде бы, люди культуры, вот этого, то есть чувствуется дефицит, голод нашей молодежи, даже не то, что молодежи, даже взрослого поколения. Если вот сейчас говорят же, в поселках, если честно, у меня друзья, вот я сейчас, у нас есть общая группа всех ассоциаций по Казахстану именно, они все ждут нашу игру там, друзья, как бы дальнего зарубежья, ближнего зарубежья, по статусу ждут, когда игра, я прям, они скидывают, честно, ждут следующую игру, запись, а почему прямой не снимают, они вчера у меня встречают, звонят, а почему мы не можем позвонить, задать вопрос, вот уже как бы интерес возникает. Потом это то, что, опять же, хотел бы, как бы, Запад всегда отличался тем, это смелостью и интеллектуальностью, да, и это мы были смелы и в то же время интеллектуальны, и это не зря, что именно на Западе возродилась эта игра, аналог, что где, когда, да, в свое время мы в детстве просыпались, чтобы посмотреть ночью, да, этот закадр у голоса, у нас есть свой закадр у голоса, это Далрина Хон, да, Тас, его надо, вообще, я просил его не показывать вообще на телевидении, чтобы он остался, его голос, честно, его голос, его голос, это, иногда даже я, я в Блиц два раза играл, именно его голос сбивает, вот, когда вот у нас, вот в финале я дал место сыграть в Блиц своему игроку, это Айнабек Ахан, он, зная ответ просто от одного голоса уже, сам стол. То есть телезрители вас видят сегодня впервые, да, вот он, закадровый голос, да, в главной шапке появляюсь, объясняю правила, но в игре вообще не видно его, и поэтому, как бы мы можем сказать, опять мы задаем темп, то, что хорошо, что именно казахский аналог, что где, когда появился именно у нас, и надеемся, что это будет на республиканском уровне. Спасибо, спасибо, Асет, такой вопрос от нашего телезрителя, а можно ли участвовать простым людям в битве знатоков, вообще, какими качествами должен обладать, да, игрок, чтобы стать успешным, да, участником? Ну, я как вначале говорил, мы для того, чтобы этот проект привлечь больше внимания, мы позвали именно лидеров своей отрасли, лидеров мнения, лидеров, именно руководителей каких-то подразделений, городских ресурсов, областных ресурсов, для того, чтобы привлечь, нам пришлось пойти на такой хитрый ход. Ну, как хитрый, для них, я думаю, не зря сыграли, привлекли большое внимание на этот проект, никто здесь не проиграл, все выиграли, а проект изначально он был для всех, но чтобы все сыграли, мы должны сделать эту игру. Мы год, целый год, с февраля месяца работаем над тем, чтобы любой человек мог бы сыграть. Нас вот летом с Буки-Урды пригласили, чтобы одну выездную игру мы привели у них, мы поехали, сколько вы, 700 километров от города Уральска на машинах, огромная благодарность нашему университету, он всегда идет на помощь к нам, чтобы развить этот проект не только в городе, но и в районах нашей области, мы поехали туда, провели отличную игру именно в музее Женгирхана, провели игру с четырьмя командами, с двух из города, двое из района, была отличная игра, есть много предложений провести в других районах, но из-за того, что у нас не только этот проект, мы много проектов делаем, нет времени. Еще хотелось бы добавить, мы как университет, который работает с молодежью, как никто знаем, что если мы не будем закладывать нужные вещи в голову, туда заложат ненужные вещи. И этот проект, если привлечет больше, еще больше внимания, наша молодежь будет стремиться к такому, чем к другому, потому что голову по-любому надо забивать чем-то. Именно молодых людей, она как губка впитывает воду, будет вода, если чистая, то хорошо, если не чистая, то это плохо. Мы должны работать над тем, чтобы была только чистая голова и чистая информация, которая лучше, хорошие мысли. И из-за этого мы стараемся, как и университет Казиту, и в этом проекте делать именно благо для общества. Для этого общества мы хотим сделать именно нужные проекты. Да, мы посмеялись, я в свое время играл в КВН, отличная игра, есть плюсы, есть минусы, все отлично, но она имеет свое место. Новость имеет свое место, но вот это место у нас свободно, мы должны это место забить нашим проектом, либо такими же проектами, которые будут именно интеллектуальными проектами для образования и в этой сфере. Спасибо. Есть что дополнить еще? Ну вот в дальнейшем все-таки есть в планах внедрить вопросы от телезрителей? Да, мы... Ну вот последняя игра будет. Последняя игра... Ну вот практиковать. Да, потому что для одного съемочного дня для 60 людей, для 10 команд нам нужно около 120 вопросов. 130 готовится с запасом? Да, с запасом готовится. Есть там блиц, есть с черным ящиком, есть аудио-вопросы, есть фото-вопросы. И такое количество со зрителями нам изначально сложно было. Сейчас уже проект, когда уже развился, есть своя аудитория, они присылают вопросы. И к этому Кубку Акима, в Болемблер Дудасе, было какое-то количество вопросов от зрителей, которых лучших зрителей мы отблагодарили подарками для того, чтобы в дальнейшем они присылали такие хорошие вопросы. То есть, это сейчас просто кажется уже проект, первые дни проекта, знаете, как если даже людям сказали бы, даже как бы мои знакомые, а что за игра, ну как бы игры у нас будет это. А потом, когда уже, честно говоря, уже седьмой, да, восьмой месяц, да? Восьмой месяц, грубо говоря, да, восьмой месяц эта игра идет, каждая команда почти по шесть, по семь игры сыграл, не считая пробной игры, у нас еще пробная игра, 10 команд было. После этого, конечно, у людей будет интерес. Некоторые игроки говорят то, что, ну, как бы их таксисты узнают. А, ты же тот парень, который бы номерный. А у нас как ожидание того, что будет такой популярный, была маленькой? Именно, ну, мы в душе верили в это. Но когда на любой проект приходишь как игроком, мы же скептически относимся ко всему. Ну, и такого, что прямо станут знаменитостей в городе, у них, наверное, не было. И после того, как, как говорят, стрельнул этот проект, и люди начали узнавать игроков, это стало сестить им, и это порождает больший интерес к проекту. Вас тоже узнают теперь как участника проекта, не только как президента ассоциации, как волонтера. Да, возможно, так как не сталкивался с этим. Ну, в реальности, если честно, в реальности я везде был. Вот я куда ездил, я вот у нас по, именно по борьбе, вот в остальном у нас Хастамбарсы были, там были. Когда был за круглым столом, я вот этот проект, чисто говоря, не потому что статусы наши, инстаграм, вот эти соцсети видят. И тогда я говорил, я просто, грубо говоря, с гордостью, можно чуть-чуть, можешь хвастаться, то есть говорил, что именно этот проект нигде нету, только в свое время, то есть нет аналогов в казахском, ни в каких областях быть первым. Если везде там дала батл, там все в спортивное ушло, потому что все запустили в спортивное, все в спортивное ушло. У нас именно интеллектуальность, это у нас, если честно говоря, если волонтерством были лучшие волонтеры, по всему Казахстану же, мы западно-казахстанские, я надеюсь, и в этом, по интеллектуальности мы, надеюсь, будем первыми. Поэтому это, нет, ну это смело, честно, уже мы, это как бы, мы еще все вот здесь сидящие, мы будем завтра гордо говорить, что мы первые проходимцы этой игры. Мы не были первым блинным комом, мы удачные блинные. У нас остается буквально 7 минут до окончания эфира, сейчас прервемся на музыкальную композицию, далее продолжим нашу передачу, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА